Необычно высокий процент участия избирателей в партийном праймерис Единой России – почти 12%. Для сравнения, в 2016 году на предварительном голосовании, когда также победил Сергей Коткин, явка была значительно ниже – немногим более 7%. Столь высокое участие избирателей в этом году в праймерис, очевидно, объясняется новым форматом голосования – в онлайн-режиме. Ну а в сельских населенных пунктах Неницкого автономного округа можно было проголосовать на праймеризе в очном формате. Как и обычно это делается на основных выборах в единый день голосования. Единственная разница в том, что это было рейтинговое голосование. Свои голоса можно было отдать не за одного кандидата, вплоть за весь их списочный состав. В селе Тельвиска, которое считается культурной столицей округа, голосование прошло в праздничной атмосфере. Социально-культурный центр «Престиж» организовал для сельских жителей культурную программу с символичным названием «Голоса России». Песня будет о России, про Тельвиску, про Наринмара песня будет. Затем мы заходим в Дом культуры, где будет познавательная интересная флешмоб «Споем все вместе». Ну и, конечно, познавательная викторина под названием «Наш дом России». Будут четыре тура, вопросов очень много, потому что призовый фонд очень большой и хороший. Поэтому играть будут с семьями, отдельными игроками, будут трудовые коллективы, представительность трудовых коллективов, то есть все желающие. Поэтому тема интересная будет и про Наринмар, и, конечно, про Тельвиску, и, в общем, про Россию, о том, чтобы они давали ожидания, чтобы поселили там про Госдуму, про Заполярный район, в празднике будут. Избирательный участок предварительного голосования в Тельвиске, как и во всех центральных населенных пунктах муниципалитетов, открылся в 8 утра в воскресенье. Поставить отметку в бюллетене здесь могли не только жители Тельвиски и Макарова, но и горожане, а также жители поселка Искателей. На это время проголосовало порядка 20 человек. Явка небольшая. Вот сейчас наплыв был, потому что мероприятие в Доме культуры. Но думаем, что после обеда люди освободятся от своих домашних дел, придут, проголосуют. Все спокойно на участке у нас, видите, интересно людям, приходят, отдыхают и заодно голосуют. 30 мая жители Ниницкого автономного округа определились со своим выбором. Они проголосовали за кандидатов, которые затем будут представлять партию на выборах в Государственную Думу 8-го созыва. Выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.